Съездили в русский магазин, Петровский маркет называется. Вот если кому надо адрес. Смотрите, мы купили на 88 долларов 39 центов. Смотрите, сколько всего мы купили. Начнем. Вот это было 99 центов, эти помидорки. Обалдеть! Купили шпротики, такую баночку. И купили такую баночку шпротиков. Это 2,25 было вот это. А это 1,19 доллара, по-моему. Салатик, 2 масла, рыбку красную, Наполеон, леща. 3,34 такой большой лещ был, да? Потом вот это я очень люблю, вот это язык. 6 упаковок, семечек. Они, прикиньте, вот эти у нас по 8 долларов в Ирландо. А здесь они по 3,99, по-моему. А вот эти тоже по 8 или по 7. А здесь они были по 3 с чем-то. Короче, вот эти, смотрите, 3,89, 4. В 2 раза дешевле семечки, 3,99 эти большие. Я 6 пачек купила. Потом купила шубу, рыбу вяленую, или копченую, вернее. Чебурек с курицей, сочинь, один сочинь. Я еще никогда не ела сочинь, может ела, не помню. Хочу попробовать. Это с творогом. Зефир всего лишь 1,49. Я вообще таких цен не видела. Это какие-то 59 центов. Это Наполеон, вот это Наполеон. Вот это рыбка жареная, мойва. Очень люблю. Купили малые 5 яиц. Булочку такую. Ну, маленькая, она была 70 центов. Такая маленькая была. Персики 2, белый налив, чай и майонез. И заплатили 88 долларов в Ирландо. Это будет 150 как минимум. Но это будет дороже. Это только на семечках я сэкономила, ну, долларов 15, наверное. Если не больше. Вот. И масло, 1,69. Прикиньте, вот такая бутылка масла, 1,69. Я думаю, что мы будем назад ехать. Я еще куплю себе кое-что. Вот эту рыбку хочу попробовать. Не знаю, что за рыбка. Но все вкусно. Сейчас мы садимся покушаем. Мы не хотели еду покупать. Но потом увидели там еду и так захотелось всего попробовать. Прикиньте, 88 долларов сколько всего купили. Обалдеть. Купила еще токайское вино. А где наше вино? И французское вино. Еду к подружке, блин, за вино почти 50 долларов. 47 с чем-то заплатила. 48 долларов. Ну, ничего. Один раз надо. Вино хорошее токайское. Я его хочу сама попробовать. Какое оно. Я его... Это вино я не пробовала. То, что мы купили. Ну, в Венгрии намного дешевле. Вот. Столько не стоит. Но за встречу выпьем. Я не пью, но вот вина, думаю, возьму. Смотрите. А где еще? Где это еще были? А, вот еще пачка вафель. Еще одни лимонные. Тоже 59 центов. Короче, дешево. Дешево. Прикиньте, вот такое все. 88 долларов. Обалдеть. Все, пошла я кушать. Потом расскажу, что вкусно, а что невкусно. Магазин называется еще раз Петровский Маркет. Вот если кому-то надо. Ну, я вам скажу, девушка, она на раздачу вот что раздавала. Какая-то казашка. Не знаю, кто она. Но такая неприветливая была, что капец. Ну, другие были приветливые, но это была какая-то вообще... Вообще какая-то неприветливая, неприятная. На кассе была девочка очень приятная. Очень такая, очень, очень приятная. Даже не знаю, как ее зовут. Тут не пишет, кто кассир мой был. Таня. Таня, вот ее, вот она кассир. Таня была на третий. Она очень хорошая, такая приветливая девочка была. Если кому-то, если кто-то из этого Петровского Маркета смотрит это видео, то дайте ей премию за то, что она очень хорошая, хорошо с клиентами. Вот. Или хотя бы похвалите. Вот эта шуба, она вообще не соленая. Они, наверное, думали, что так как селедка соленая, в салат целить не надо. Но селедки тут почти что нету. Вот нету. Два кусочка на всю такую банку. Где-то пол паунда здесь. Сладкая это морковка, сладкая свекла. И майонеза мало. И, короче, селедки мало. Два кусочка на всю банку. Вот это есть невозможно. Это ужас. Вот это не берите. Шуба отвратительная. Я еще такой плохой шубы не ела в жизни. Вот это очень вкусный салат. Он с черносливом, с чесноком, с орешками. Очень вкусный. В меру соленый. Очень вкусный. Можно брать. Это тоже вкусно. Я немножко такие куски не ем. А вот он вкусный был. Копченая мойва или что-то салака. Я не знаю, как называться. Мойва, наверное. Она жирная и мокрая. Я не знаю, в чем ее мариновали. В какой воде. Она, во-первых, нечищенная. Я ее кушать не буду. Вот как она есть, так я ее и выброшу. Заплатили 8,99. 9 долларов и выбросить. Это ужас, ужас. Чебурек очень вкусный. С курицей. Очень вкусный. Рыба, мало я сказала, что вкусная. Сейчас я попробую. Эта рыба ничего такая. Можно брать. Но не ахти. Какая-то она копченая. Какая-то немножко у нее привкус какой-то интересный, непонятный. Ну, покушать можно. Но я больше, например, такой рыбы брать не буду. Что-то в ней есть такое, что мне не очень. Эта жареная рыба была бы очень вкусной, если бы ее вы потрошили. Я понимаю, что она маленькая. Я когда жарила такую рыбу, я ее чистила. Она очень горькая. Горечь полилась в середине. Короче, невозможно кушать. Половину рыбы выбрасывается. Так вкусно. Ну, спинку можно поесть. Но это... Половина рыбы несъедобная. Я больше брать такого тоже не буду. Вот не буду. Всякими, не знаю, нечищенная рыба. Она довольно большая. Ее можно было почистить. Но ее вот так просто ради веса, наверное, чтобы потяжелее была. Она горькая. И очень неприятно так ее кушать. И недосоленная. Короче, хорошо, что мы затарились. Здесь всякого разного купили. Потому что бы остались... Если бы только рыбу взяли или шубу, то остались бы голодными. А так покушаем что-то другое. Ну, короче, голодные не останемся. Но удовольствия от этого... Вот от этого удовольствия мало. А вот от шубы это вообще... Это вот, наверное, пойдет в мусор, как есть. Тоже отвратительная шуба. Я еще такой шубы не ела. Фуй. Тоже богато. Майонез? Майонез. Много майонеза. Ну, вкусно, да? Вкусно. Мне вкусно было. Еще потом попробую булочку и сочин. Не знаю, не знаю. Чебурек. Хорошо, что чебурек есть. Я этим чебуреком... Да. Ну, вот это вкусно. Но оно всегда вкусно. Вот это жалко выбросим. Такая рыба вроде она и вкусная, но ее невозможно есть. Она какая-то мокрая. Не знаю. Не то. Хотелось бы ходить в такой магазин чаще, но, наверное, не буду. Augen. Такая рыба.